Ошейниковые пекари открывают сезон и впервые выходят на свежий воздух. До этого почти месяц карантина. Заселились животные в новый дом в конце января. Дорогу перенесли хорошо, приехали бодрые. И если сначала немного опасались людей, то сейчас адаптировались, освоились и с большим интересом изучают видеокамеру. Не боятся, к ним можно спокойно зайти в вольер, они не убегают, они наоборот могут даже подойти к рукам. Уже все кушают, все, что дают в рационе пекарям, все кушают. Очень любят яблоки. Помимо яблок дают им разные овощи, отварную картошку, дают им также морковку, свеклу, капусту, яйца, немножко мяса говядины, варят кашу пшеную. Есть у нас еще старая пара пекарей, но они уже давно не дают приплод из-за возраста. Поэтому, чтобы не потерять такой вид, мы приобрели еще одну пару. Имен молодым пекарям еще не придумали. Совсем скоро они переедут к своему стаду и будут обживаться в общем вольере. А вот малышка Шерри уже нашла общий язык со старшими семейства. Ее привезли из России месяц назад, 7 марта. Полосатому лемуру исполнится год. В природе они живут группами и лидер всегда самка. Так и здесь. Глобус держится немного отстраненно, пока женская половина занимается важными делами и наводит свои порядки. У наших сотрудников придумали клетку-сетку, в которую помещали нашего нового обитателя, самочку Шерри. И наши лемуры подходили к ней. Первое время им было очень интересно. Они даже резали друг друга в носики. Но сотрудники увидели, что в принципе все хорошо и уже решили их объединить вместе. Первую в вольер запустили нашу Шерри, а только потом Санту с Глобусом. В принципе, они все прекрасно между собой лазят. Конфликтов у них не было. А вот полосатым мангустам еще только предстоит познакомиться. Самка на карантине. Даже на обед не вышла, испугавшись незваных гостей. Кстати, рацион у мангустов очень разнообразный. Мясо – курица и говядины, рыба, каши, сырые яйца. Балуют хищников и живым кормом. Несмотря на то, что мангусты сами по себе очень активные, подвижные, она у нас чуть-чуть боязливая. Как бы пока что предпочитает прятаться от посторонних глаз. А вот рядышком с ней находится самец, с которым планируем в дальнейшем образовать новую пару. Невеста теперь есть и у самца белой полярной совы. Сейчас он в свободном полете, но скоро займется семейными вопросами. Самку белой совы привезли в Гродно в феврале. Вот она прячется наверху, избегая лишнего внимания. Сейчас крылатые хищники живут раздельно, но в ближайшее время их объединят. Благодаря этому коллекция зоопарка обновится, появятся птенцы полярной совы. Всего в Гродненском зоопарке 300 видов животных и более 4000 особей. Всех секретов здесь пока не раскрывают, но обещают в скором времени удивить посетителей. Не только очередным пополнением большой звериной семьи, но и новой секцией. Елена Бережная, Виталий Рубанов, Новости Гродно+.